ребята всем привет ну что мы сегодня с вами отправляемся в купчино но для начала мне надо сходить в машину и взять маленький usb провод я еду еще отправлять микрофон вчера у меня заказали микрофон я спросил у человека человек спросил в каком состоянии микрофон я говорю давайте я вам скину видео если хотите скинула видео он стал что его все устраивает поэтому сделал заказ но заказал он через пункт авито я никогда не отправлял здесь ближайший пункт авито находится абсолютно далеко от меня на октябрьской набережной далеко туда идти я увидел что есть пункт авито прямо туда куда мы едем в купчино поэтому там и отправить если сейчас зайдем в машину я возьму провод и поедем а едем купчино смотреть диваны и может быть на обратном пути еще посмотрим рено кенго но это не точно так ну что мы приехали на станцию метро купчино вернее точнее даже сказать малая балканская блин в автобусе так жарко я что на одном автобусе ехал сзади сидел там двигатели жара что в этом автобусе ужас как я уже весь мокрый так сначала мы пойдем посылку отправим а потом уже пойдем искать мебельный магазин так нам нужен tc болотон это он или как он правильно называется станции метро купчино пройдите пальцы ярослава гашка dtc болотон а tc болотон это наверное вот это да ну да ярослава гашка 5 так что скорее всего наверное там она и есть честно второй этаж поднимемся посмотрите пункт партнера авито я даже не знаю что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое сейчас дойдем посмотрим хавито ну это такие магазинчики стандартный так ну что все посылку отправили это короче пункт выдачи авито находится прямо в озоне странно почему у нас нет у нас ближайший пункт выдачи это октябрьская набережная 34 от идти надо мне но далеко от того места где я живу это очень далеко ну как мы не совсем далеко но все равно идти туда не очень хотелось а здесь все прямо рядом вот надеюсь что все пройдет гладко и хорошо не помню говорю или нет караоке микрофон так что караоке микрофон мой уехал я хочу что-нибудь потом другое себе взять более получше более профессиональные но более профессиональные вряд ли наверное потому что они дорогие там по 8 по 10 тысяч понятно что я не профессиональный певец чтобы не такое покупать но просто другой микрофончик хочется какой-нибудь такой не знаю посмотрим короче а может и такой же возьму нет такой же вряд ли что нибудь так ладно теперь мы пошли искать мебельный магазин короче я так и не понял куда едет эта посылка мне не дали никаких бумажек и здесь что-то мне не посмотреть но с другой стороны мне абсолютно по барабану главное чтобы она нормально доехала все так теперь что мы делаем мы заходим на хавита нажимаем в избранная за так а вот балканская площадь мебель так что там надо метро купчина две минуты ходьбы тк-дамострой секция 30 тк-дамострой пошли искать тк-дамострой погода хорошая такую погоду бы насос ставить со шлангами но шлангов у меня нет тоже таких шлангов даже в наличии практически нет я посмотрел даже в том же биби там нет таких шлангов еще хрен найдешь дети все запчасти я говорю имеет старинный автомобиль я тут посмотрел я говорил уже слова пацана по-моему да не восстанавливает победу одна резинка на лобовое стекло на победу стоит 12000 ни крена себе вот так вот содержать ретро автомобили не дешевое удовольствие так где у нас тк-дамострой то две минуты хоть бы от метро на метро вон сейчас дойдем посмотрим а я не понял а что-то здесь прям такое делают что-то здесь такое делают интересно она на какой-то опять трубу прокладывают трубы наверно прокладывать блин у меня сейчас так камера жестко лаганула она перестала включаться появился какой-то значок я думал сначала что карточка памяти навернулась потом подумал что аккумулятор в общем вытащил карту вытащил аккумулятор на место поставил все стало работать так это все замечательно только я не понимаю здесь везде все это называется балканский все торговые комплексы это все балканский где этот тк-дамострой пес его знает две минуты ходьбы это вообще балканский сам м.ц. 12 стульев сейчас я в навигатор ребята зайду в навигаторе посмотрю а нифига себе это куда-то надо идти вот туда вот аж сторону витебского туда вот где витебский это не в ту стоя почему что где-то здесь нет окажется ну да тогда правильно получается две минуты ходьбы от метро значит в ту сторону идем к витебскому погнали это что за праворукая такая машина какая-то а nissan ну судя по передним да видно что nissan какой-то у ноута у енота такие же ну правильно вот железная дорога он путепровод идет вот витебский вот там витебский значит следовательно где-то тут есть торговый комплекс петроэлектросбыт вот наверное там где-то в тех краях раз найдем туда посмотрим монплизир какой-то что за монплизир пока что-то я ничего похожего не вижу монплизир это вещь название это какое барахолка обычно так ладно совком банк мастер кебаб пока я ничего не вижу кстати сзади идет семья значит муж жена девочка и мальчик и мать с отцом курит а мальчика говорит им говорит вообще по закону курить надо в дистанции нескольких метрах от детей они идут пыхают все это на детей тому господи что за родители такие ну хотите курить курить вы где хотите но не придете так что-то ребят я пока вот метро вот она метро метро сейчас счета я нихрена не могу найти навигатор вообще не понимает где я сейчас может быть знаете что я сделаю я посмотрю фотографии может быть есть как он выглядит а вон там дальше по моему я посмотрел он домострой все я вижу это короче маленький такой зачуханный вагончик это и есть декады вас т.к. домострой вообще жесть ладно еще днем посмотрим ищем бариста такую халупу только бариста искать я без уже моду бариста я бариста слышь ты бариста охреневший бариста кофемейкер блин вон вижу теперь т.к. домострой так это ближе уже а ну правильно ближе у этого увидевского путепровода все 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 точно он там путепровод идет я не так сказал там у нас идет московское шоссе а с него и на на это шушары вот туда а это вот витебский дунайский витебский путепровод что-то мне кажется что там нихрена не работа нет что то есть а вот он т.к. домострой ёперный и какая-то 30 секция должна быть мы сейчас зайдем посмотрим а вот и универсальная мебель от производителя сейчас посмотрим секция 30 а вот тут какие это как у нас есть на большевиках типа такого все закрыто вот я поржу если я приду они не работают барахолка хотя у них написано что они работают каждый день надо было конечно сначала написать ремонт еще тогда походу сейчас может быть то что мы придем а там все закрыто он будет весело ну ладно может быть через щелочку посмотрим что у них есть видите тут все закрыто 15 секция нам 30 хотя не он какая-то вебель есть сейчас посмотрим 20 секция ну наверно какие-то диван продано 30 где эта секция 30 1 до нее еще просто не дашь вот тоже диванчик но без этих вот диванчик хороший сейчас я сфотографирую вот видите здесь сразу написано механизм пружина а данный образец пробный все пробный убедительно просьба не садится конечно ну тут что-то типа похоже как начали ребят я что-то посмотрел а вон смотрите уже все расшатывается не 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 ребят нет спасибо я все-таки наверное не буду во первых ну вот еще тоже продано у полу все я посмотрю тут уже стоит и все спинки и все это отваливается это раз во вторых там у них внутри ничего посмотреть нельзя потому что мебель вся в разобранном виде то есть там мебель вся в разобранном виде она просто стоит от отдельно так возле стенки то есть это даже не магазин правильно там человек написал что он купил диван а у него на через месяц развалился если вот вот сейчас даже диван стоит уже вот так вот все ходуном ходит а и как бы стоит он извините меня 21000 это не дешево за 21000 можно купить приличный диван том же мы мебель на магазине хофф ладно как говорится как говорилось не пулин будем искать не но я не готов покупать даже за 12000 вот этот серый диван его здесь во первых нету посмотреть на него нельзя но и как бы я не готов дверь 20000 30000 32 красиво и doors но тут сегодня все закрыто так что вот ладно все тогда ну зато теперь я буду я в принципе я в принципе ты догадывался что это шараж монтаж но думал мало ли может быть все таки мне написали можете вживую подъехать посмотреть все дела парковка есть ну вон она парковка ну и что а что можно там посмотреть извините если там все стоит возле стены завернутая вот не посидеть ничего садиться нельзя ну правильно нельзя садиться чтоб не сломалось ничего так что нет барахло так короче нам надо как-то попасть на этот пути провод сушил weigh пешочка можно тут пройти нам надо короче как-то попасть на этот пути провод в общем нам надо попасть на этот пути провод я думаю сейчас здесь как нибудь пройдем нам надо можно где-то против а нет дунайский 19 это где-то вот там но опять же не факт что это правда в общем история эльбрус а он продает рено кенга заткнись я понял а продает он рено кенга 7 или 8 год я сейчас точно я сейчас вам скажу какой год сейчас ребята я скажу вам какой год 7 300 тысяч километров пробегу но выглядит он довольно таки неплохо неплохо поезд пролетел два вагона вот она хочет он не эпическую сумму не эпическую сумму сейчас я даже скажу сколько он за него просит а просит он за него а он уже написал обмен до этого была продажа а то есть и продажи и обмен до чертут интернет плохо что-то тут интернет плохо ловит о храм открыт а так это может быть проход только в храм или можно как-то там пройти интересно вот здесь как-то можно брать только если вот так ну в обход пойдем так сейчас ребята я вам скажу что интернет плохо загружается сейчас интернет загрузится ой как у него на мерседесе колодочки то трутся их там уже нету так интернет плохо плохо работает видите не загружается ничего сейчас как загрузить ему посмотрим посмотрите на жиги с автобоксом порядочным во загрузилась наконец-то перезагрузил интернет короче обмен 650 он хочет авито оценка 260 340 ну 650 это чересчур никто ему не даст за это вот тем более за седьмой год 650 но это надо быть чересчур просто охеревшим человеком простите за мой французский чтобы просить за это 650 вот если по идее автомобиль в хорошем состоянии то 350 это край это надо еще думать торговаться потому что наверняка седьмой год есть вложение хоть мне в принципе рено кенга и не нравится но опять же говорю по фотографиям это неплохое состояние вот ладно хрен с ним погода хорошая сейчас дойдем если мы найдем конечно ну не найдем значит не найдем писать я ему не буду потому что я ему уже озвучил свою цену он сказал что как бы нет не интересно вернее но хочется все-таки раз мы здесь рядышком пройти посмотреть у нее тут есть фотки если штаб а фоткам найдем попробуем по крайней мере ну все равно гуляем так что все пойдемте посмотрим сейчас мой мост перейдем пути провод и там рядышком пройдем да и как раз по этой стороне пойдем я посмотрел . этого по этой стороне то есть не надо даже переходить все порядочно так подниматься мы будем вот по такой вот лестнице вечно меня тянет куда-то спокойно не идет не едется до не идется ладно чё экстрим япона мать чё там куда вот я помню мы как-то с моим другом шли пешком по кольцевой прикиньте через вантовый мост мы переплевались все во первых все из возюкались во первых все из вас здесь хотя бы видите есть кусочек не можно идти а мы здесь с вами ходили знаете когда когда в нонтон ходили помните нонтон я выиграл эту как она называется так дробилку вот это все время зуба как она называется вот мы здесь тоже пешочком что через этот пути провод и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok А есть люди, которые снимают И потом в этот Пишут в поддержку этих самокатчиков И их штрафуют Ну мы конечно таким заниматься не будем Нам не надо этого А вон этот, вот там виднеется ДК Домастрой, вон он, вон он Где мы были Видите, вон там Это мы уже вот так столько прошли Ну что ж, порядочно, порядочно Ходьба, ходьба Даже говорят, врачи сказали Лучше всего даже не бег А ходьба Умеренная ходьба Вот у нас умеренная ходьба Мы ходим, гуляем И одновременно делаем полезное дело Порядочно Вот здесь все время я на Ларгусе проезжал Когда ездил сдавать маркетплейсы Вот, а сейчас пешком иду Так непривычно обычно все время на машине А тут пешкодральчиком Ну что тоже порядочно И по-моему Если я не ошибаюсь Я уже вижу этот Или это не он По-моему, у того здания он фоткался Ну сейчас, ладно, спустимся Посмотрим Там вон далеке дымища такая Что-то горит прям В 13 А что у нас в той стороне? А в той стороне у нас обводник Опять какой-нибудь красный треугольник горит А вот здесь ходит поезда Как бы сам Санчик бы здесь Но нету ничего Давайте здесь спустимся сейчас И там перейдем дорогу И посмотрим Там какой-то Кенга стоит Но пёс его знает Он это или не он Сейчас дойдем глянем Да, вот здесь мы все время ездили На маркетплейсы Когда сдавать Цирк Золотой Дракон С 26 октября А сейчас вроде сказали, что Запретят животным Вон у Матурмана выступает Лахта Лахта холл Так, а что? Какой-то дяденька, наверное Блин, что-то куда-то меня несет Не пойми куда Бляха, муха Не, что-то я ХЗ, тут пройти-то можно Но сейчас вроде не ночь А то ночью тут Какой-нибудь чикатило тебя Ножичком Опань, как грязь-то тут сколько Бляха, вот куда меня не тащат все время Не, вроде куда-то выход есть Куда нам надо Вот где-то тут он фоткал тачку Сейчас дойдем посмотрим Фотки похожи Вот ночью я бы здесь не рискнул выйти Ночью А днем похуй Куда только не занесет, да Нет Мне издалека показалось, что это Рено А это Пежо или Ситроен Ситроен, по-моему Блин Ну ладно Но мы все равно где-то сюда нам надо Куда-то сюда идти Сейчас будем искать Ух, какой даджарик-то, а Вот это да У меня такое только в игре есть Да девочка, ты все равно меня не туда ведешь Ох, какой красавец Прокатиться бы на таком Так кто ж даст Что-то я не знаю По идее навигатор показывает идти дальше Но по фоткам вроде как будто где-то как здесь Я пес его знает Чувак идет обдолбанный Слушает песню Басты В автобусе ехал какой-то тоже алкашина На все это слушал Какие-то шансонские песни Здесь этот Так Что-то короче Там у меня на фотках есть где-то кран Я вот здесь в упор не вижу Нигде никаких кранов Вон какой финтифлюшка Это что за собака такая Ты чья такая? А, того мужика что? Ох, какая Нет, мог с этим А, вот с этим вот находит С мужичком Что-то уже даже жарко становится Вот как жарко А это что за здание? Интересно На суд похоже Может суд будет какой-нибудь Обычно такие здания Это как суды или библиотеки Что-то такого А, нет, слушайте-ка Вот по-моему будка вот эта У него на фотках присутствовала Вот будка И где-то здесь он фоткался Где-то вот тут по-моему Потому что вот эта будка У него присутствовала на фотках Где-то здесь он фотографировал Значит по идее Где-то здесь должна быть машина Но это тоже не точно А, мы сейчас знаете тогда что? Мы в Нонтон зайдем Мы в Нонтон зайдем Где мы в прошлый раз были Там правда дорогая мебель Но может какие-то скидки есть Сейчас зайдем посмотрим Так что по идее Если мы не найдем А я с большей степенью уверенности Думаю, что мы не найдем этот Кенга Ну и ладно Зато зайдем в Нонтон Порядочно Тут кстати лента есть Можно зайти водички купить Если такая есть Я уже пить хочу Я весь мокрый Что-то жарко я оделся Удивительно, но в конце Ну как, не в конце В середине октября А прям жарко У Оли там уже во всем Вон туман и холодрыга А у нас теплая погода Ну что ж, порядочно А вот Это у нас какой адрес? 102 Это не то Но где-то вот у него присутствовали Вот такие вот Штучки-дрючки Сейчас еще здесь немножко пройдемся Может найдем что-нибудь Так, короче Судя по навигатору Нам надо еще дальше идти Поэтому давайте мы сейчас Сходим в Ноунтон сначала Посмотрим так, что есть А потом уже пойдем Дальше Подальше Чуток посмотрим Здесь же вот еще магазин есть Я вспомнил Может быть здесь есть Зимние Ботинки Зимние ботинки О, зимние кроссовки есть Зимние кроссовки есть Ботинки Ну вот, смотрите-ка 2400 Что ж, порядочно Ну а такие они Не слишком теплые-то Вот, тоже неплохие Но размеры все лошадиные Мне надо В детских этих смотреть 2000 Тоже неплохие Ну что-то размеры все лошадиные Конечно Вот модно ходить сейчас Вот в таких Но мне такие не нравятся Это что? Это осенние Не, я хочу типа теплых кроссовок Вот что-то типа Теплые кроссовки Он 1699 Ну конечно качество такое себе Ребята Качество, конечно, не айса Так, ладно Пойдемте посмотрим Мне знаете, что надо? Сумку Сумки здесь есть где-нибудь? Я по идее Если настроился Затем, зачем я пришел Мне другое По идее и не надо Так, во Смотрите, какая мундула Вот я кошелек-то купил А, ну вот хорошо, что я такую мундулу не купил Она очень громоздкая Всякие тут кошельки Вон даже, смотрите, есть BMW Ни хрена себе Во, сколько тут сумок Мама дорогая, какие хочешь О, джип О, сколько стоит 799 Сейчас я, может, здесь что-нибудь и выберу себе Короче, так ничего я не присмотрел Косарь денег сумка стоит А молнии все хлипкие Что за косарь, что за А вон еще что внизу Тут есть Так что не буду я ничего брать Мне вот эта, в принципе, сумка устраивает За исключением того, что у меня эти порвались штучки Ну и она такая уже вся Ладно, что-нибудь по косаре похожу Так, ну что 53 тысячи Мама дорогая 52 тысячи 24 Забери меня домой Ну и смотреть не на что 42 О, 29 Но тоже без спинок А вон серенький Вот этот, это синий 38 А этот 65 тысяч Мама дорогая Да это барсик у меня обдерет все в 6 секунд Барсиковое оборудование Но мне серый-то по идее надо Вот диван 38 Ну 38 Якобы стелл 54 Ох Жесткий Жесткий он И спинки Неудобные Жесткий Спинка 2 290 Вот 38 Ну вот это тоже ничего Но желтый Не вписывается Никуда Так что вполне Слушайте, народу-то особо у них много и нету Так, это кресло всякие А, вон тут еще диваны есть Там углы, вон там еще можно В далеке посмотреть Так, ну это уже пошли кровати Нет, слушайте-ка, ребята Здесь очень дорогие цены Очень дорогие Вот мне, кстати, скидывала, по-моему, Дарья Скидывала мне Дарья За 13 тысяч диван 77 Ну что-то тут за 13 тысяч я такого дивана не вижу Тут даже близко от этих сумм Нет, самый дешевый 30 с чем-то тысяч По-моему, или 26 Может у них на сайте есть Вот на сайте посмотреть Вот она у меня Я даже сейчас могу зайти посмотреть Сейчас, ребята Ну да, вот он диван 13 тысяч Вот, но здесь такого нету Здесь такого дивана нету За 13 тысяч Может быть это только у них на сайте Но он без спинок, опять же Ну вот разные цвета Самый вывоз Московское шоссе А, это может быть просто представлено не здесь А на московском шоссе Ладно, короче говоря Будем дальше искать Не, ну здесь, конечно, дорогие диваны 40-50 тысяч Вы меня, конечно, простите Я не дочь миллионера Чтобы за 50 тысяч диван купить Чтобы Барсик все это подрал Вот, тысяч 30 где-нибудь Вот в пределах 30 Ну максимум 35, не больше Так, сейчас я зайду Здесь где-то лента есть Вон Может там водичка есть Я пить хочу Сейчас попить купим И пойдем дальше Смотрите, какая бэха Мне нравится такая Эх, красота Так, ну что Навигатор показывает Идти куда-то дальше Оказывается Вот, взял себе водичку Вот такую вот Обожаю Вода в ленте Самая вкусная для меня Лимон Вот, вместо лимонада Порядочный Были бы в больших бутылках Я бы их брал Но надо их сразу пить Максимум на второй день Можно оставить Потом уже только Ее выкидывать Она уже становится Невкусной Вот, все Сейчас, короче Посмотрим Что там дальше Навигатор показывает Еще дальше идти Ну я хз Вот, по-моему У него вид на этот дом Был, по-моему Сейчас фотографии Поближе гляну Посмотрим Менеджеры мордатые ходят И мешки надо разгружать Они ходят Тут Втюхивают Китайское барахло Черри Тига Ну смотрите Красиво, да? Все А по надежности Что-то дисковые тормоза Уже все ржавые Еще машины никуда не Так, ну В автосалон, наверное Мы не пойдем позориться В таком-то виде Хотя, казалось бы Да, какая разница Ну ладно Чисто просто не хочу Все равно у меня денег На этот Китай нету И даже бы Если бы и были То я бы не купил бы себе Китай никогда в жизни Лучший японец А когда-то я хотел Вот такую машину Вот И цвет мне нравился Но сейчас я понимаю Что X-Ray Это тоже не дешево Не дешево От слова совсем Это что такое Чанган Воркекс Чего тут только нет Выглядит все красиво Дорого-богато Но Ни хрена не надежно Так Что-то мы на какую-то Пришли Заправку-парковку Что-то куда-то Нас склонит А куда? А что здесь? А что здесь Нас столько машин-то На заправке А, ТРК закрыто Я думаю Ни хера себе А что это На заправке Столько машин Это вот мы в Торжке Когда были Я друга маму возил У него как раз Сегодня день рождения Вот И мы стояли там На заправке Это только Роснефть И там реально Была вот такая Пробка из машин А здесь оказывается ПТКшная Бывшая заправка И видимо Она не работает Закрыта А ПТК уже Кстати давно нет А, они вот видите Ее апгрейдили Апгрейдить будут Потому что вон Роснефть написано Так, а что Куда нам идти Что-то мы куда-то Забрели Как сейчас Потом выбираться Я пес его знает Ладно, идем пока Куда идем Хрен его знает Фу, как здесь Канализация несет Слушайте Походу где-то вот А, вон кран А вот и кран Который был виден На его фотках Значит Эта машина Где-то здесь Где-то А, Дунайский 23 Нам надо 19 Да Значит Где-то вот На этих местах Будем сейчас Ну он такой Приметный Если что Я думаю Мы сразу же Его и найдем Только я не знаю Ну мы сейчас Может дома По кругу пойдем Но это 23 Дом Нам надо 19 Все Идемте Идемте Вот такой бы Транзитик Мне нравится Но говорят Что на него Запчасти Это еще Грузопассажир Даже Слушайте Прикольно Но на него Запчасти А хотя Сейчас везде Запчасти Дорогие Что-то Говорит Так А там-то дальше По-моему Уже Все Все Там Путепровод Или что Там идет А где 19 Дом Тогда Получается Дальше Что-ли Через Дорогу Ладно Мы сейчас Здесь Сначала Пройдемся Там Потом Посмотрим Главное У нас Попить Есть Это Уже Порядочно Так Где-то Вот Сейчас Я Навигатор Где-то Вот он Фоткал У него Был Виден Вот Этот Дом А Вон В том Здании По-моему Он Фоткан Был Где-то Где-то Вот В том Здании Сейчас Мы Здесь Все Обойдем Может Где-то Он Тут Стоит Но Что-то Как-то Я Не знаю Я Боюсь Что Не Найду Я Ну Не Найдем Ладно Это Уже Московское Шоссе Считается А Смотрите Какие Домики Здесь Представляете Люди Здесь Живут Это Еще Наверное Со Времен Еще Давних Давних Времен Чисто Так Вот Здесь Сейчас Пройдусь Посмотрю Может Здесь Это Стоит Вот Это Жигу Я Видел Кстати Вот Где Еще Вы Увидите Такое Где Вот Такие Домики Увидите Питерские Правильно Только На канале Стейси Фо Так Что Ребят Подписывайтесь Кто Этого Еще Не Сделал Потому Что Очень Много Людей Смотрят Без Подписок Давайте Дожмем У меня Там Осталось Немножко До Четырех Тысяч Вам Хорошо И мне Будет Приятный Подарочек Чисто Чисто Сейчас Обойду Здесь Просто Если Нет То Пойдем Дальше Потому Навигатор Показывает Что Надо Дальше Идти Но По Фоткам Вроде Как Будто Где То Как Бы Здесь А Где То Как Бы И Нет Сейчас Вот До Этого Дойду Там Дома И Пойдем Обратно У Нас Кстати Такие Дома Есть В нашем Районе На Противоположном Берегу Такие Похожие Домики Есть Там Раньше Снимали Улицы Разбитых Фонарей Там Снимали Да Я Не Еду На Машине Деточка Моя Я Иду Пешочком Дедушки Гуляют Что Это Тоже Смотрит Порядочно Погода Хорошая Гулять Надо Что Они Стоят Их Не Выпускают Стоят Ждут Когда Их Выпустят О Смотрите Как Неровно Работает УАЗ Профи Кстати Я вчера Смотрел Не досмотрел Еще У Лисы Она Помогла Пареньку Это Верну Ну как У него Сломался Этот УАЗ Профи А дилеры И тачку Не ремонтируют И деньги Не возвращают Ужас Ой Как он Едет Ой Работает Как мотор У него Ужас Относительно Новый Да Профи Ну такой Не старый А какая А смотрите У него Какие тут Эти Ручки КПП Ничего себе Ковши Стоят Внутри Так что Куда направо Ты собралась Хочешь Чтоб я Обратно Поехал Короче Нам надо Дальше Еще Туда Идти Я так Понял Так что Пойдем Дальше Туда Они Еще Развязку Не доделали Они Должны Я так Понял Продлить Вот этот Кусок Дороги Они Какую-то Часть Открыли Но туда дальше А здесь Еще Видимо Не сделали Видите Москва Аларм Сторг Замена Масла Так Что-то Мы куда-то Пришли А пришли Туда Куда И смотреть Нечего Ну ладно Нам все равно Идти в ту сторону На транспорт Садиться Нам же Надо будет Как-то Отсюда Уехать Поэтому Ладно Идем Пока Короче Я ему Написал С другого Аккаунта Где Можно Посмотреть Потому Что Мы уже Пришли И здесь На этой точке Как бы Ну здесь Нечего смотреть И по идее По домам Ближайшим Где-то Вот Не могу Я найти Эти дома Сейчас Может он Мне ответит Если где-то Здесь рядышком То соответственно Дойдем Если нет Ну значит Нет Короче Ну что Адрес У него указан Континент Это просто Я так понимаю Левый адрес Какой-то Я ему написал Но он пока Не отвечает Ладно Сейчас подождем Если не ответит Пойдем тогда домой Тогда Облом Ну и ладно Так Ну что Зашел я в Бургер Кинг Посидел Слушайте Какие у них Стали цены У них Чизбургер Стоит 105 рублей Вы что Охерели что ли Ты откуда Такие цены Вообще Просто трэш Какой-то Короче Этот челик Был 15 минут Назад Он так Ничего не читает Я пытался По фоткам Определить Где это Я так и не понял Поэтому Сейчас здесь Где-нибудь Потусуюсь Еще минут 15 Может все-таки Появится Нет Значит Поеду домой Как-то так Короче Я зашел В торговый центр Я в нем Ни разу не был А что Маникюр Педикюр Лены Ленина Еще существует Уже по-моему Все забыли Как выглядит Лена Ленина Она Помню первая Кто выпендрилась Она купила себе X-Ray В оранжевом цвете Сказала Ой Это классная тачка Круче чем Мерседес А потом Короче Поездила чуть-чуть Буквально И каким-то Пенсионерам Отдала Ну типа Ветеранам Выпендрилась Сразу было понятно Что она не будет На этом ездить Ну вот Как-то так Поедемте наверх Там есть Фудкорт Вот там Посидим Подождем Может быть Дяденька Эта цыба Глазолится Ответить Какое-то слово Скало Странное Может он ответит Пока там Переждем Короче Ну что Он сидит в сети И ни хрена Не читает Мои сообщения Я тут зашел В торговый центр Хотел себе Небольшой бургер В Макдаке Перекусить И вот думаю Посижу Подожду А он сидит в сети И не читает Блин Плохо Очень плохо Сейчас еще Немножко посижу И тогда поеду домой Короче Короче Пока я тут сидел Я все-таки Вот Через Алису По фоткам Нашел старое объявление Она продает сейчас Еще в ВКонтакте Продает ее Джейсон Стетхэм Ну это фейк Понятно Короче Эта машина В 2018 году Стоила 200 тысяч С каких хренов Она в 24 году Стоила Стоит 700 Я не понимаю Тачка действительно Неплохая То есть видно Что там За ней следили Все дела Сейчас она Снята с учета У нее Областные номера Но вот По нынешним фоткам Пробег 300 тысяч Я не могу понять Где он находится Этот не отвечает Но 600 тысяч Нет В нынешних реалиях Если грубо говоря За 200 Они ее продавали То сейчас она Ну 300 максимум Ну 350 Не больше 700 нет Вот Поэтому как-то так Ладно Сейчас попытаюсь Понять еще раз Где это Но что-то Как-то пока Не могу понять У меня складывается Впечатление Что это вообще В шушарах Где-то Вообще Где-то В шушарах А если в шушарах То это далеко Ну сейчас подождем Может ответить Так короче Ну что Надоело мне ждать Я поехал Потому что я смотрел Фотки Это может быть И в районе Софии Нет Не Софийской А вот Славы Это может быть В районе шушар Ну все это искать Ну его нафиг Не хочешь там включать Ну и если честно Сказать Купив за 200 тысяч Сверху Хотеть еще 450 Это через ЧУ Вот плюс Она снята С учета По какой причине Непонятно В августе месяце Нет даже не в августе А в июне То есть ее как продали Он ее купил На учет не поставил Так она у нее и стоит Что там Может вин не считается Может еще что-то Ну его нафиг Короче решили Эхать домой На Баладарском мосту Как всегда пробки Куда же без них Поэтому вот Сейчас ждем автобус Который идет домой И поедем Все Ну не получилось Не получилось Зато прогулялись Погода была хорошая В порядке Так что как-то так Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому